Продолжаем выпуск. Медицинское обслуживание на дому и штаб социальной помощи. По инициативе Андрея Травникова в нашей области усилили меры поддержки населения. Участковые терапевты теперь будут добираться до пациентов на такси. И обследовать не только тех, кто на карантине, но и тех, кто находится в потенциальной группе риска пожилых людей. Бригада медиков собирается на выезд. Берут с собой тонометр, аппарат ЭКГ, средства для забора анализов. Уже несколько дней врачи первой поликлиники объезжают пациентов старшего возраста на такси. Людей предварительно стараемся обзванивать, чтобы люди не пугались, и брать на осмотр буквально домами. На сегодняшний день у нас работает пол-четыре машины. Машины, конечно, хорошего качества, поэтому достаточно быстро получилось за несколько дней осмотреть более полутора тысяч жителей в возрасте 60+. Пожилые люди – группа риска по коронавирусу, а кроме них постоянное наблюдение требуется тем, кто на карантине. В нашем регионе таких 3817 человек. Это люди, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с зараженными. Чтобы увеличить скорость оказания медпомощи, представители партии «Единая Россия» предложили предоставить врачам услуги такси. Я вышел к коллегам-однопартийцам и, прежде всего, к Андрею Александровичу Травникову. Все дали положительный ответ, приняли решение, что действительно будут агрегатором выбранным «Единая Россия» гасить все расходы, связанные с доставкой медицинского персонала. Эксперты советуют во время пандемии не посещать общественные места и как можно реже выходить из дома. По инициативе Андрея Травникова все общественные приемные «Единой России» в нашем регионе превратятся в волонтерские штабы. Они будут оказывать социальную помощь пожилым людям старше 65 лет и многодетным семьям. Анастасия Кириенко – студентка второго курса медицинского колледжа. Рассказывает, когда предложили принять участие, согласилась, не раздумывая. Мне это нравится. Мне нравится помогать людям. Я думаю, что каждый человек должен помогать. И поэтому я и пришла сюда. Несколько десятков добровольцев уже готовы к работе. Купить продукты и лекарства, вынести мусор, помочь по хозяйству, измерить артериальное давление. Выезжать будут на каждый вызов. Мы решили организовать помощь на дому при помощи наших молодых членов партии, молодых волонтеров. Почитали, что нужно их объединить, поставить им общую задачу, выслушать их мнение, как лучше оказывать помощь. Телефон горячей линии волонтеров будет работать с завтрашнего дня. Позвонить и оставить заявку можно с 9 утра и до 6 вечера. Номер указан на экране. Екатерина Стывко, Алексей Погудин, Антон Мамаев. Новости ОТС.